всем привет друзья с вами Игорь Эверьянов сегодня мы поговорим о том как продиагностировать технику если к ней не подключается диагностика то есть техника прошлых лет на примере тракстер 500 автошифт здесь я столкнулся с проблемой что у меня была какая-то ошибка у меня не переключались передачи но продиагностировать я не понимал как то есть ни один диагност не мог мне объяснить как диагностируется данный аппарат хотя в мануале написано что он диагностируется в мануале указано сам диагностический штекер куда он подключается мы долго не могли разобраться как бы и информацию найти о том как его диагностировать для нас было очень сложно ввиду того что все на английском языке но в конечном счете проведя неделю за компьютером мы все-таки решили данные обстоятельства и ни одного видео и какого-то какой-то подробной инструкции нет по диагностике старых вернее не старых а техники бомбардии прошлых лет вот соответственно я решил облегчить задачу всем владельцам данной техники и рассказать о том как же все-таки производится диагностика в подобных аппаратах без компьютера без диагностических шнуров и так далее оказывается все на настолько просто и и легко все показывается отображается вот в данных лампочках то есть есть положение скорости этом от 1 до 5 и и чек-энжин свет авторежим назад задняя передача и нейтраль то есть при помощи вот этих сигналов можно при продиагностировать полностью технику что там диагностируется то есть в технике до диагностируется исправность электрических приборов то есть спидометра лампочек и так далее далее там диагностируется коробка передач то есть она используется для синхронизации то есть если вы меняли там диски сцепления там еще что-то датчики то все это нужно заново диагностировать пока ты не не продиагностируешь и ничего у тебя работать не будет то есть все нужно синхронизировать и проводить полную диагностику итак начнем друзья значит в тракстере в левой части находится штекер с пинами который заглушен штекером с одним черным проводом то есть данный штекер когда вытаскиваете черный провод данный штекер это и есть диагностический штекер в нем присутствуют три пина соответственно чтобы начать диагностику всего лишь навсего нужен обычный провод с клеммами который замкнут либо просто целиковый провод то есть вот эта штучка она стоит в оригинале 40 долларов по сути это двухрублевая штучка которая замыкает два контакты и выводит квадроцикл в режим диагностики и так мы замкнули два штекера то есть полную диагностику я не буду производить я покажу что получается после того как ты замыкает как мы замкнули два штекера в диагностическом разъеме соответственно мы включаем зажигание и у нас происходит диагностика вот видите то есть это проверка всех ресурсов всех частей далее у нас будет количество миганий чек-энжена он отвечает за электрические приборы далее у нас диагностика коробки сцепления датчиков и всех агрегатов касающихся коробки то есть датчик положения скорости соленоиды то есть все сейчас в норме то есть за исключением здесь у нас мигнуло все зависит от того сколько раз мигает каждая кнопка соответственно чек у нас замигал восемь раз есть специальная таблица по которой посмотреть что это за ошибка то есть у нас ошибка была в спидометре то есть спидометр у нас не работает исправно далее у нас никаких не было ошибок все исправно то есть одно мигание это значит хорошо и все работает никаких ошибок нет то есть каждая система это каждая каждый каждый какой-то ресурс который работает исправно это можно все в таблице смотреть значит если заходить в систему то есть при определенном зависимости от того что вам нужно из таблицы проверить то есть либо соленоиды либо датчики положения скорости также сбрасывания ошибок то есть во время загорания лампочки зависимости от того что нужно вы зажимаете две кнопки и вы входите в меню то есть далее если это касается коробки то есть вы зажимаете у вас высвечивается вторая передача соответственно вы в период по моему 10 секунд должны прощелкать все передачи и у вас все передачи должны включиться если у вас все передачи включили включили значит у вас все стабилизировалась и все работает исправно также касается датчиков всех он показывает в исправности или не в исправности датчик все это делается вся диагностика выполняется при режиме он свет соответственно после того как вы завершили диагностику все проверили по таблице что вам необходимо вы выключаете зажигание вынимаете разъемы и замыкаете штекер это не забывайте делать иначе он будет выдавать ошибки то есть обязательно штекер должен быть замкнут также смотрите в описании ссылку на таблицу там пять вариантов пять стадий диагностики также там указано все как исправлять ошибки как сбрасывать ошибки как на что обращать внимание где какой датчик находится ну то есть все 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 про truckster 500 автошифт там на в таблице написано что 99 2000 год но на самом деле у меня аппарат 2004 года и все тоже самое поэтому я думаю что это просто выпускалась она в 2000 году и поэтому инструкция 2000 года то есть одна аппарат до 2000 года всем спасибо подписывайтесь ставите ставьте лайки буду выкладывать еще дополнительные видео по обслуживанию техники